Ковидный пофигизм, отлитворном влиянии которого власти Роспотребнадзор неустанно и непрестанно говорят с весны, проник даже в недра областного управления госавтоинспекции. Здание на Чкалово-1, где автомобилисты получают или же меняют водительские права. Эта неприятная тенденция выплыла наружу в ходе тотального масочного рейда в последний уикенд. В толпе посетителей сотрудники заметили с полдюжины ковид-диссидентов, у которых маски висели на ушах. Формально они с ними, но по сути, те же голомордики, то есть злостные нарушители масочного режима в людном месте, со всеми вытекающими из этого протокольными неприятностями. Одна из посетительниц МРЭО ГИБДД, молодая женщина, по виду похожая на строгую учительницу начальных классов, наотрез отказалась надвигать маску на лицо, напирая на то, что маска у нее, дескать, есть, все прочие нюансы. Я знаю, что маска у меня есть. В сопровождении двух офицеров полиции ковид-нигилистку увели в кабинет этажом выше, и там молоденький лейтенант зачитал ей ее права. Время 12 часов 15 минут. Зачитываю вам ваши права, как лицо в отношении которого ведется производство по делу внутренних правонарушений. Сотрудники ДПС конкретно прошерстили и более сотни автобусов, трамваев, троллейбусов в Екатеринбурге. На остановках заглядывали в окошки, иногда заходили в салоны и выводили без масочных пассажиров. Дюжину нарушителей ждет судное возмездие по административке от 1000 рублей и выше. Улов выходного дня муниципальной транспортной инспекции был куда весомее и ощутимее. Как уточнили в мэрии, за субботу и воскресенье ревизоры проверили 1100 автобусов, трамваев, троллейбусов. Были составлены 259 протоколов на нарушителей масочного режима. Притом водителей автобусов без масок оказалось в два раза больше, чем пассажиров. Это не значит, что ковид-диссиденты пешком ходят. Просто водителя с маской на подбородке видно издалека. На самом деле идейных противников масочного режима, тех, кто куражится из принципа и готов ради дурости своей раскошелиться на штраф, не так уж много. Большинство полумасочных персонажей, словно дети малые, с ковидом в прятки играют, а игры эти заканчиваются в инфекционных лазаретах. И те, кому неохота в маске дышать, иногда лежат на реанимационных койках, на аппаратах ИВЛ. Альтернатива так себе, и врагу не пожелаешь.